Здравствуйте дорогие зрители, подписчики и гости нашего канала. Вы смотрите Цветы в доме комнатные растения. Сегодня мы поговорим о тех комнатных растениях, которые стоит выбрать для офиса. В современном мире большинство людей работают в офисах за компьютерами. Среди безликой мебели и другой техники они проводят большую часть своего времени. Офисные работники должны держать во внимании много информации, из-за чего болит голова. От мониторов устают глаза и накапливается стресс. Улучшить атмосферу в рабочем помещении помогут комнатные растения. Достаточно разместить несколько зеленых питомцев в свободном углу или на подоконнике, чтобы можно было перевести на растение взгляд. Доказано, что зеленый цвет способствует расслаблению мышц глаз и снимает эмоциональное напряжение, что способствует восстановлению работоспособности. В озеленении интерьеров офисов заинтересованы не только работники, но и руководители предприятий. Комнатные растения необходимы для создания уюта, расслабленной обстановки, а также они очищают воздух от вредных веществ и насыщают его кислородом. Но какие комнатные растения нужно выбрать для офиса? Во-первых, растения для офиса должны быть неприхотливы, хорошо адаптироваться в любых условиях и не требовать большого ухода. Так, например, капризные орхидеи, тропические экзоты, которые способны расти только при повышенной влажности, определенной температуре и освещенности, для украшения рабочего помещения не подойдут, так как они там просто не выживут. В офисах традиционно присутствуют кондиционеры, часто открываются окна, поэтому сквозняки погубят растения неженки, а при отсутствии поливов в долгие выходные дни при редких подкормках и без пересадки смогут расти только выносливые растения. Во-вторых, растения для офиса должны органично вписываться в строгий интерьер без великих стен, компьютерных столов и шкафов с папками бумаг. В такой обстановке уместными будут растения с правильным силуэтом, имеющие плавные линии с крупными листьями. Лучше всего под такие критерии вписываются декоративно-лиственные растения, так как они остаются привлекательными круглый год, в то время как горшечные цветы украшают собой пространство только в период цветения. Размещение растений в офисе. Стараясь озеленить рабочее помещение, главное не переусердствовать и не превратить офис в оранжерею. Это создаст репутацию легкомысленного поведения на фирме. Для озеленения помещения на 10 квадратных метров должно приходиться от 1 до 3-х комнатных растений. Меньшее количество горшечных растений будет смотреться скудно, как случайные питомцы, а больше цветов использовать для озеленения интерьера офиса можно, если они будут небольших размеров, например, как фиалки. Растения в офисе должны иметь строгий деловой вид, как и работники, которые придерживаются определенного дресс-кода. Декоративно-лиственные растения могут иметь пеструю краску листьев, но при этом располагаться одиночно, чтобы не создавать впечатление пестрой клумбы при соседстве с другими растениями. Для офиса хорошо подходят растения с крупными, выразительными листьями или строгой правильной формы. Ну, например, пахира с заплетенным стволом выглядит как пальма с пышной кроной из крупных лопастных листьев. Выигрышно будет смотреться напольные растения в катках, вытянутые вверх. Их обычно размещают у входа для создания парадной зоны. Свободные стены и стеллажи освежат ампельные растения со свисающими вниз длинными побегами и листьями. Небольшого размера цветы и пышные кустики в горшках можно поставить в рабочей зоне на свободном месте или на подоконник. В одной комнате растения должны быть одинаково оформлены и посажены в горшки или кашпо одного вида, без яркой окраски и узора. Но размер горшка для каждого растения выбирается индивидуально, в соответствии с особенностями его корневой системы. Ну, а теперь давайте мы посмотрим с вами на 10 видов комнатных растений, которые идеально подходят для офиса. Это сенсивиерия или цветок еще называют тещин язык. Занимает первое место среди неприхотливых комнатных растений, а по выживаемости в разных условиях побьет любые рекорды. Декоративные качества сенсивиерии ценятся также высоко. Жесткие межевидные листья, устремленные вверх, с необычной окраской смотрятся оригинально и эффектно. Часто тещин язык выращивают как напольное растение в широких катках. Есть другие виды сенсивиерии небольших размеров с листами, собранными в розетке. Их можно поставить на полку или подоконник. Цветок тещин язык может расти как в самом темном углу, так и на солнечном месте. Легко переносит сквозняки, жару и сухой воздух. Нерегулярный полив, отсутствие подкормок и может расти без пересадки несколько лет. Замиакулькас или долларовое дерево. Это самое модное комнатное растение. Его часто дарят для украшения интерьера и как символ привлечения денег. Толстые изогнутые побеги с блестящими зелеными листочками образуют пышный кустик в горшке. Чтобы это растение быстро разрасталось, необходимо соблюдать несколько правил в уходе за ним. Поставьте растение на светлое место, но без прямых солнечных лучей, например, напротив окна. Поливать замиакулькас нужно умеренно, только после просыхания земли в горшке. Постоянно сырой земле корни и клубни этого растения загнивают. Долларовое дерево разрастается, выбрасывая новые побеги, которые мы принимаем за листья. А в земле образуются новые клубни. Как только горшок для растения будет мал, необходимо пересадить его в емкость побольше. Красула или денежное дерево. Частый обитатель офисных помещений. Это суккулентное растение вырастает в виде миниатюрного деревца. У него образуется толстый ствол коричневой окраской. Прищипкой формируется разветвленная крона с округлыми мясистыми листочками, похожими на монетки. Для денежного дерева благоприятно рассеянное освещение с некоторым количеством солнечного света. В темном месте побеги будут вытягиваться, расти слабыми и тонкими. Поливать денежное дерево нужно умеренно после высыхания земли в горшке. Но долгой засухи растение не любит и начинает забирать влагу из мясистых листьев. Тогда они быстро желтеют и усыхают. Пересаживать взрослые растения можно через несколько лет. Хлорофитом. Это настоящий фильтр воздуха. Впитывает вредные вещества и выделяет кислород. Длинные узкие листья похожи на кудри, свисающие из горшка. Хлорофитом можно поставить на полку или подоконник на окне с восточным или северным направлением, так как жаркие солнечные лучи могут обжечь листья. Хлорофитом требует минимального ухода. Растение выживет при нерегулярном поливе и без пересадок. Его можно размножать детками, которые будут свисать с горшка рядом с листьями. Фикусы. Универсальные растения для офиса. Они прекрасно озеленяют помещения, поглощают вредные вещества и хорошо растут при простом уходе. Фикус бенджамина, стройное небольшое деревце с многочисленными листьями требует рассеянного освещения, регулярного полива и защиты от сквозняков. Большие фикусы – напольные растения, которые высаживают большие катки, но пересаживать их не нужно часто. Достаточно ежегодно заменять верхний слой земли в горшке, чтобы обеспечить растение питательными веществами. Чтобы фикус развивал правильную крону, его нужно поворачивать разными сторонами к источнику света. Хорошо растут фикусы при искусственном освещении. Гибискус или китайская роза вырастает в роскошное небольшое деревце в помещении. Темно-зеленые блестящие листья и яркие цветы воронки с длинным пестиком – его украшение. Но гибискус будет свести только при достаточном солнечном освещении. Вход за гибискусом заключается в регулярных поливах, внесении удобрений летом и замены верхнего слоя земли в катке весной. Даже если гибискус не будет свести в помещении, его темно-зеленые листья с блеском могут украшать растения круглый год. Папоротники Папоротники бывают разные и далеко не все смогут выжить в негостеприимных офисных джунглях. Только неприхотливый папоротник нефролепис выдержит спартанские условия. Этот вид может расти в полутени, выдержит сухой воздух в помещении и нерегулярный полив. Однако, как и все папоротники, нефролепис любит всегда чуть влажную землю в коржке, частые опрыскивания и ежегодную пересадку весной в легкий субстрат. Папоротники используют в ярусном оформлении, размещают их в подвесных корзинах, на полках или подоконниках северных окон. Пепперомия – это скромное декоративное растение, извилистые побеги украшают округлые листья с восковым блеском. Пепперомию можно поставить на полке рядом с бумагами. Это простое решение, оживит строгий интерьер кабинета и не будет сильно выделяться. Скапливающуюся на листьях растения пыль можно быстро смахнуть кисточкой. Поливать пепперомию нужно регулярно, пересаживать через 1-2 года. Антуриум – цветок для мужчин. Среди его сердцевидных блестящих листьев на длинных черешках распускаются необычные цветы – початки с ярким красным прицветником. Антуриум можно поставить на рабочий стол директора или на подоконник. Его яркий вид способствует силе и принятию решений. Антуриум – тропическое растение, но при этом весьма неприхотливо. Любит рассеянный свет, умеренный полив, опрыскивание, ежегодные пересадки в питательный торфяной субстрат. Ну и фиалки. Цветы уместны везде. Они не займут много места. Когда на зерке бархатных листьев распускаются нежные цветочки, они напоминают букетики. Фиалки можно поставить на рабочий стол, на полку или подоконник. Если мужчины на рабочем столе предпочитают заводить кактусы, как защиту от излучения, то женщины любят фиалки, как цветы нежности и спокойствия. Фиалки требуют внимательного ухода, регулярный полив. Освещения для цветения будет достаточно от включенной над расстоянием настольной лампы. В период образования бутонов и распускания цветков желательно делать подкормки для фиалок, а также пересаживать и омолаживать по необходимости. Вот собственно и все у нас на сегодня. Но поделиться с нами своим личным опытом или выразить свое мнение можно в комментариях. А с вами был канал Цветы в доме. Комнатные растения. Если вы еще не успели подписаться, то подписывайтесь и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений. А я же всех благодарю за оценки к видео и всем пока. До следующих встреч.